Меня зовут Алексей Воропаев, я работаю руководителем группы разработки рекомендательных систем в нашем проекте «Поиск». Вместе с коллегами я стоял у истоков этого курса, занимался разработкой поисковой системы, достаточно долго руководил группой ранжирования. Сейчас немножко переключился на другие проекты, более для меня интересные. Ну и, соответственно, вам порассказываю сегодня, как у нас вообще в поиске организована оценка качества. Соответственно, давайте примерно программку пройдемся, поговорим для начала, что такое вообще качество поиска. А дальше мы поговорим о двух основных способах оценки качества в поисковых системах. Это оффлайновая оценка по каким-то готовым коллекциям и онлайновая оценка. Ну и, соответственно, рассмотрим разные метрики. На самом деле, как бы постановка вопроса качества поиска начинается с того, зачем вообще пользователю поисковая система. Как уже, наверное, обсуждали на других лекциях в прошлом году, в прошлом семестре, то есть основная задача поиска пользователя — удовлетворение информационной потребности. Ну, на самом деле, смотрите, как бы поисковый запрос, который он вводит, — это какая-то словесная формулировка. И когда пользователь вводит этот запрос, он на самом деле решает какую-то задачу, правильно? Ну, соответственно, там классический канонический пример, да, это пользователь хочет попасть в клуб Rai, для этого ему нужен адрес, для этого он просто пишет в поисковую строчку Rai. И, соответственно, хорошая поисковая система отличается от плохой тем, что она удовлетворяет пользователя. Она удовлетворяет его информационные потребности, тем самым делая его счастливой. Поэтому с точки зрения пользователя, а качество, кажется, надо определять с точки зрения пользователя, качественная поисковая система — это та, которая делает пользователя счастливым. Соответственно, есть много способов, как можно измерять счастье. Классический пример — измерение счастья в котах. Вот, для поисковиков он не очень походит. Для поисковиков мы будем использовать некоторую другую сущность. Первое понятие — это, соответственно, понятие релевантность, которое мы будем использовать для того, чтобы определить качество. Соответственно, так как мы не можем подсоединить электроды к мозгу человека, не можем туда ему в голову залезть, даже если он согласен никаким образом, нам приходится придумывать какие-то суррогаты. Вот релевантность — это один из таких суррогатов. Соответственно, я думаю, интуитивно оно вам всем понятно, это понятие, правильно? Его не нужно, наверное, как-то специально определять. Но с релевантностью есть проблема. Релевантность, она на самом деле должна быть измерена относительно информационной потребности, и не всегда это, собственно, получается сделать. Ну вот такие вот канонические примеры, которые я в свое время нашел в ходе прямого опроса пользователей. Это запрос «Белевская пастила», да? Ну и тут как бы по задумке вы должны были попробовать отгадать, что же искал пользователи. А здесь он искал на самом деле сайт производителей этой пастилы. И второй запрос — это «Торт Павлова». Если бы вы взяли эти два запроса и без всякого контекста посмотрели на них, вы бы подумали, что там и в том, и в другом случае, ну, наверное, человек ищет какие-то рецепты, каких-то тортов. Или же наоборот, он ищет какие-то конкретные товары, да, там, производители этих товаров и тому подобное. И на самом деле огромная сложность и основная проблема с оценкой качества поиска как раз вот в этом заключается. Очень сложно сопоставить релевантность с информационной потребностью. И, в общем-то, все, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать, как раз на эту цель и ориентируется. Соответственно, релевантность — это не единственный критерий, по каким можно оценивать поиск. Очень такой, ну, такой канонический пример. В свое время исследовали, какие факторы влияют на отток пользователей, свежепришедших из дистрибуции. И было вот интересно, какой эффект обнаружен, что медленный ответ поисковой системы, ну, скажем так, больше одной секунды, то, что уже психологически воспринимается человеком как тормоза, приводит к тому, что даже при одинаковом качестве пользователи начинают убегать. То есть релевантность — это на самом деле мы понимаем из этого, что релевантность — это далеко не все, что хочет пользователь видеть. Это как бы раз. А второй момент заключается в том, что пользователи, которые вводят запросы, — это не единственные пользователи поисковой системы. Какие еще есть пользователи у поисковой системы? Да те же рекламодатели. Рекламодатели, да, владельцы сайтов, правильно? И еще есть такая очень немногочисленная, но очень важная группка, как владельцы, собственно, поисковой системы, да, которые выдают вам деньги, там, на покупку серверов, на зарплату программистам. И, соответственно, у каждой этой группы есть свои, кто же, какие-то интересы касательно качества. Веб-мастера хотят, чтобы их сайты там по максимуму были представлены в поисковой системе, чтобы свежие документы как можно раньше туда подавали. А инвесторы и владельцы хотят, чтобы все это было сделано там без использования со 100 500 серверов и тому подобных вещей. А иногда такие решения хочется сделать. Вот. Вот. Поэтому вопрос это достаточно сложный. Ну и, опять же, достаточно много способов, как можно улучшать качество поиска. Ну, там, типа, добавить еще один миллиард документов в индекс, улучшить поисковый алгоритм, сделать браузер Amiga еще лучше, чем он сейчас есть. Вот. Это на самом деле тоже, как бы, такой очень важный аспект. И про это тоже не надо забывать. Допустим, в нашем проекте качество поиска, оно измеряется не только теми способами, о которых мы сегодня говорим, а есть еще такое понятие, как юзабилити-тестирование, в ходе которого, например, проходит то же самое юзабилити-тестирование браузера. А браузер — это тоже продукт поиска. Это тоже очень такой сложный и важный момент. Ну, и самое главное, тот слайд, который, может быть, на самом деле нужно было поставить самым первым, идея заключается в том, что на самом деле много кто говорил, и вот там самые ранние формулировки вот этой фразы, они относятся еще к Кельвину, достаточно давно это все было. Суть заключается в том, что если вы не можете измерять какую-то вещь, то вы никаким способом ее не можете улучшить. Кельвин в свое время говорил, что если вы не можете чего-то измерить, то вы не можете это понять, а раз не можете понять, то не можете сделать лучше. Но суть, в общем-то, это та же самая. Поэтому, когда вы беретесь за какой-то проект, за любой проект, неважно, даже домашнее задание, лабораторная работа, курсовой, дипломный проект, вы приходите на работу, первое, о чем вы должны подумать, это «А как будет измеряться качество моей работы?» Соответственно, всех волнует, какой будет критерий, всех волнует, что будет спрашивать комиссия, и всех волнует, что думает босс о вашей работе, и вообще, что он хочет от вас получить. Потому что, если вы этого не делаете, то через месяц работы вы узнаете, что делали вы не то, и все идет прахом. Соответственно, сложности. Какими сложностями мы сталкиваемся? Ну, я уже говорил, это невозможность измерять части напрямую, невозможность узнать информационную потребность, и, в общем-то, большинство рассуждений об информационной потребности пользователя, они носят какой-то умозрительный характер и, опять же, не отражают, не всегда отражают корректно действительность. Вот, это основные проблемы. Соответственно, что есть еще, кроме релевантности? Ну, я уже говорил про скорость работы, которая, в общем-то, функция как от размера индекса, так и от алгоритмов, которые там используются. Допустим, в нашем проекте мы знаем очень много способов, как можно было бы сделать поиск лучше, но в некоторых случаях для этого нужно добавить тысячу серверов. В других случаях, даже добавив тысячу серверов, все равно не станет быстрее, пользователи увидят замедление. В третьем случае мы просто не можем скачать такое количество документов, поэтому приходится всегда находить какие-то компромиссы. Скорость индексации, да, и в данном случае, наверное, стоит говорить об скорости, ну, то, что называется быстрый поиск, да, в нашем проекте, когда происходит какое-то событие, и мы хотим, чтобы это событие максимально быстро было отражено в поисковой системе. Где-то что-то взорвалось, соответственно, люди сразу лезут в поиск, это ищут, соответственно, с этим тоже нужно работать. И, возможно, да, ваша поисковая система найдет этот документ, там, допустим, через 12 часов, но через 12 часов будет уже слишком поздно, интерес спадет. Если вы возьмете там какой-то запрос за вчерашний день из этой серии, поищите его, вам кажется, все в порядке, на самом деле все плохо. С этим тоже нужно работать. Ну, про эффективность проговорили, про доступность, в общем, тоже все понятно. Ну, и самое важное — это допустимая стоимость, чтобы вам не нужно было покупать тысячу серверов. Соответственно, у поисковой системы достаточно много субъектов. Это и пользователи, это и владельцы, это и веб-мастера, и рекламодатели какие-то, и, в общем-то, даже разработчики, да, если мы говорим про какую-то там сложность суппорта, тоже являются пользователями. Примеры поисковых систем. Соответственно, понятно, да, что в зависимости от того, про какую поисковую систему мы говорим, требования к ее качеству могут быть совершенно различными. Если мы говорим, например, про какую-то систему там поиска нормативных документов, да, для адвокатов, там еще для кого-то, то тут очень важно иметь хорошую релевантность, чтобы эта система максимально точно вытаскивала все необходимые документы, но, в принципе, скоростью можно пожертвовать, да, логично, там, адвокат может посидеть и подождать 10 секунд. Если мы говорим про какую-то там корпоративную поисковую систему, то, как правило, в таких системах есть какие-то стандартные кейсы использования этой поисковой системы. И эта система, в первую очередь, должна эти кейсы отрабатывать, да, там, что-то случилось в рабочем процессе, нужно найти информацию, достать. Веб-поиск, соответственно, и о чем мы сегодня в основном будем говорить, у нас пользователи в какой-то степени избалованы, они хотят, чтобы находилось точно, они хотят, чтобы находилось быстро, они хотят, чтобы им для этого было по минимуму… нужно было по минимуму вводить каких-то текстов, то есть, в принципе, на большом масштабе времени, типа, там, 10 лет наблюдается тенденция, что запросы становятся все короче, 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 к поисковым системам, короче. Вот, допустим, многие для того, чтобы найти свой любимый сайт ВКонтакте, вводят одну букву В, и вот, будьте добры, найдите ВКонтакте. Не хочу длинный искать. Соответственно, два основных способа. Способ номер один — это каким-то образом опросить пользователя, и первый, в общем-то, такой кейс, мы буквально один слайд на нем остановимся, это интерактивные оценки. Суть заключается в том, что мы можем просто подойти, в некоторых случаях можем просто подойти к пользователю и, соответственно, спросить его, что ты искал, что ты нашел, что ты об этом думаешь. Соответственно, у нас в проекте я такие эксперименты проводил в свое время, а недостатки тут какие? Ну, во-первых, это достаточно сложно, то есть, это нужно найти человека, посадить рядом с этим человеком кого-то, кто, в общем-то, разбирается в том, что такое релевантность, или меня, или кого-то из коллег. Очень сложно человеку задать вопрос вообще, что ты хочешь от него получить. Простой пример, да? Большинство людей, которым задаешь вопрос, ну вот вспомни какой-нибудь запрос, который ты недавно вводил в поиск. Специфика вообще мышления человека такова, что он, скорее всего, вспомнит какой-то достаточно частотный запрос. Ну, типа, я вот там недавно ВКонтакте искал, или там, ну, что-то, может быть, более частотное, там, типа, вот я хотел там за город в какой-то город съездить, искал дорогу. А что-нибудь очень редкое, типа, там, какая-нибудь там мелкая деталька от его достаточно редкой машины сломалась, траливали, такой человек, к сожалению, плохо помнит. И мы просто брали статистику, ну, то есть каждый человек, у нас было исследование так построено, несколько десятков человек, каждый из них приходил, садился, мы его спрашивали, повспоминай 10 запросов, он вспоминал 10 запросов, мы смотрели статистику, и эта статистика радикально отличалась от той статистики, которую мы видим в потоке запросов. Большая часть запросов были частотные, и, конечно же, никто не искал порнографию, да, хотя мы знаем, что 10% поисковых запросов, они, в общем-то, посвящены этой теме. Ну, и опять же, дороговизна и невоспроизводимость, если мы хотим повторить это исследование, там, скажем, через месяц, то даже ничего не меняя, не факт, что мы получим те же самые результаты. По одной простой причине, пользователей у поисковых систем миллионы, а в такое исследование мы можем, ну, 10, ну, 20 человек привезти, какое-то совершенно небольшое количество. За счет этого мы получаем большую дисперсию, и каждый раз у нас результаты будут очень сильно колебаться. А привезти много людей мы не можем по количеству. Поэтому вариант номер два, ну, так, исторически, скажем так, историческое развитие, как они развивались, эти метрики в любом поисковом проекте, это оффлайн-метрики. То есть здесь какое предположение? Давайте возьмем и наших пользователей заменим на каких-то экспертов, специалистов по релевантности. Как это обычно работает? Обычно мы берем из потока поисковой системы какое-то количество запросов, берем документы, берем специально обученных людей, сажаем их на, в общем, эти специально обученные люди, которые называются асессоры, смотрят на запрос, примерно пытаются угадать, что же хотел здесь найти пользователь. Ну, в некоторых случаях, как ВКонтакте, это достаточно просто, в других случаях, как классический пример одноклассники, это уже не так очевидно. Не так очевидно, потому что большинство пользователей ищут социальную сеть, но при этом существует такой же фильм, одноименный. И вот попробуйте догадаться, что искал пользователь, когда вводил этот запрос. Соответственно, эти люди садятся, говорят, какой документ хороший релевантный, какой документ плохой, и из этого мы дальше что-то делаем. Ну, вот он, собственно, этот цикл. Мы выбираем запросы, причем очень важно правильно выбрать запросы. Какой самый хороший способ выбрать запросы для вот такой оффлайновой оценки? Вот вам нужно, допустим, тысячу запросов выбрать. Как их выбрать так, чтобы это было максимально репрезентативно? Есть идеи? Ну, мысли правильные. А как это технически сделать? Вот вы приходите, у вас сервер на сервере, логи поисковой системы за год. Пожалуйста, делайте все, что хотите. Случайно тысячу. Совершенно верно. Чем случайнее, тем лучше. Нет предела качества случайности. Соответственно, совершенно верно. Отбираем тысячу запросов, максимально случайные, так, чтобы они покрывали все возможные кейсы. Если вы просто берете вот этот, допустим, там, интервал за год, тщательно перемешиваете, то у вас запросы, которые придут ночью из случайной такой выборки, будут представлены реже, чем запросы, которые приходят днем. Понятно почему, да? Ну и, соответственно, при такой оценке вы больше внимания будете уделять дневным вопросам. То есть это очень такой важный аспект. После этого вы получаете результаты поисковой системы, оцениваете у ассессоров. После этого вы, используя какую-то метрику, получаете цифру, модифицируете, например, ваш алгоритм, что-то в нем меняете и цикл повторяете по кругу. Примерно так это работает. Второй вариант — это так называемые онлайн-метрики. Здесь идея заключается в том, что то, как пользователи взаимодействуют с поисковой системой, кажется, должно отражать вообще качество этой системы, да? Ну, в таком крайнем случае это самая плохая поисковая система на свете. Пользователь приходит, вводит свой запрос и уходит. Если все пользователи так делают, ну, значит, поздравляем, вы сделали самую плохую поисковую систему в мире. Другая крайность, да, это там люди, которые… Когда вы делаете самую хорошую поисковую систему в мире, при помощи вот этого механизма вы не можете понять, например, насколько ваша поисковая система хороша. Ну, это как другой пример. То есть, сложность, допустим, с онлайн-метриками всегда заключается в том, что вам нужен какой-то, как правило, ориентир, какая-то опора. Можно улучшаться относительно самого себя, но гораздо удобнее, когда есть лидер какой-то на рынке, вы пытаетесь догнать его. Это гораздо проще, чем двигать с рынку. Здесь, соответственно, что мы делаем? Все достаточно похоже. Мы, например, сделали новый алгоритм, показываем его пользователю в каком-то виде, может быть, в сравнении старом. Сейчас поговорим, как это делается. Пользователи что-то где-то кликают, получают результат. Так, это проговорили. Соответственно, преимущества-недостатки. У оффлайн-метрик. В чем их плюс? Они контролируемы, они воспроизводимы. Вы можете те же самые запросы использовать снова, снова, снова и снова. И, например, смотреть, как ваш алгоритм развивается. Достаточно легко можно перезамерить. Померяли алгоритм, запустили программу, скрипт пересчитал, получили новую цифру. Но при этом у них есть недостатки. И основной недостаток связан как раз в том, что вам нужно как-то угадывать информационную потребность пользователя и его оценку, насколько ему этот документ подходит или не подходит. И это на самом деле такой очень жесткий недостаток. Зато, с другой стороны, онлайн-метрики этого недостатка лишены. То есть оценивают непосредственно сами пользователи. Так как пользователь у вас в любом случае, кажется, есть, плюс этого метода его дешевизна, вам не нужно платить зарплату экспертом, вам не нужно делать достаточно сложную работу, чтобы подготовить эту коллекцию. Но, с другой стороны, опять же, недостатки заключаются в том, что, во-первых, вам нужно мучить живых пользователей. Ну, вдруг вы сделали роковую ошибку, сделали самый плохой поиск в мире, и вы как бы покажете его вашим реальным пользователям, и уже после этого поймете, что это самый плохой поиск в мире. Вот, опять же, достаточно много шума и в какой-то степени неповторимость результата, которая заключается в том, что на самом-то деле каждый день запросы приходят разные. Да, есть какие-то запросы, которые повторяются изо дня в день, типа запрос ВКонтакте, но если посмотреть, там, пример 31 августа, 1 сентября, то вот на этом стыке срез запросов радикально меняется. И, ну, понятно, почему, да? Да, школьники идут в школу, они перестают зависать ВКонтакте и в играх в таких количествах, как они делали до этого. Соответственно, доля запросов ВКонтакте падает, но в то же самое время начинают грузить домашними заданиями, и доля, там, редких, сложных каких-то вопросов, она резко растет. Меняется поток, резко меняются все поведенческие метрики на этом потоке, как бы, и вы уже не можете сравнить ваши изменения, которые вы сделали, там, в августе с изменениями, которые вы сделали в сентябре. Тут надо как-то хитрить. Так, это, соответственно, основные преимущества и недостатки. Обзор на есть вопрос, ребят? Кажется, тема на самом деле достаточно простая и понятная. Ну, так, на уровне понимания, а не на уровне реализации. Вроде понятно. Давайте тогда пройдемся. Сначала поговорим с вами про оффлайновые метрики, а потом поговорим про онлайновые. И вообще у нас по плану сегодня даже был семинарчик. Поэтому я, наверное, даже ускорюсь немножечко. Сейчас все время сюда выведу. Смотрите, с оффлайновыми метриками есть два основных пути, как люди их используют. Путь номер один — это использовать так называемые стандартные коллекции. Ну, предположим, что вы молодой ученый, аспирант, разрабатываете какой-то алгоритм информационного поиска вне большой поисковой системы. Очевидно, что у вас нет денег на то, чтобы нанять экспертов. Поэтому что вы делаете? Вы лезете в интернет и ищете, чтобы уже было сделано такую тему и сделано было. Есть, например, такая штука, как трек. Трек — это ежегодный конкурс, по-моему, который до сих пор проходит и длится он уже, по-моему, пару десятков лет. Соответственно, его американский институт организует. Смысл заключается в чем? Организация этого конкурса предоставляет вам коллекцию документов, предоставляет коллекцию поисковых запросов для этих документов, предоставляет коллекцию оцененных документов, какие из них релевантны и нерелевантны. Это предоставляет всем участникам конкурса одни и те же данные, да? И вы, используя эти данные, можете каким-то образом оценить ваш алгоритм и сравнить его, например, с алгоритмами ваших там коллег, которые тоже разрабатывают. Хорошая штука. Примерно вот так вот это выглядит. То есть это кусочек XML из трека. Ну вот тут, собственно, написан поисковый запрос, который надо ввести. Вот этот вот следующий запрос. Есть такие же XML с документами, есть такие же XML с оцененными, с метками релевантности и нерелевантности для этих документов. Вы это все берете и делаете. В треке достаточно много разных коллекций. Ну, например, одно дело, вы делаете поисковую систему для веба, и там, кажется, должен быть один набор запросов и один набор документов. И, например, вы делаете поисковую систему для новостей. Совсем другой набор документов, совсем другой набор поисковых запросов, меток релевантности. Ну и, соответственно, в треке их там порядка нескольких десятков под всякие разные нужды делается. Соответственно, как это использовать? Ну, самая-самая простая метрика, с чего мы начнем, это оценка булевого поиска. То, что такое булевый поиск, вы же помните, да? Наверное, поменять не надо. Домашки делали. Замечательно. Соответственно, как его можно оценить? Классическая метрика, точность и полнота. Ну, мне кажется, вот это уже все должны знать. Тут мы, наверное, подробно не будем останавливаться. Так, быстренько мы оцениваем количество найденных и ненайденных, релевантных и нерелевантных документов. И, соответственно, точность нам отражает, сколько релевантных документов среди найденных, и полнота отражает, сколько релевантных документов из всех релевантных документов, в принципе, нашлось. Ну, такая грубая интерпретация. Примеры расчета, как это делается. Давайте напомним, да, у нас вот тут вот, допустим, есть множество документов, которые нашла наша поисковая система. Ну, например, это 100. Множество релевантных документов — это 50 каких-то штук. Ну и, соответственно, в этой сотне 20 документов нашла наша поисковая система. Тогда, соответственно, точность будет. Это 20 документов из 100 релевантных, а, из 100 найденных, извиняюсь. Это, соответственно, 20%, ну, то есть среди найденного 20% релевантного. И полнота будет — это 20 документов из 50 всех релевантных, это 40%. Соответственно, 40% того, что есть, нашли. Ну, вот такая вот простая метрика. Соответственно, дальше вопрос на засыпку. Вот у нас есть вебовская поисковая система. Как вот эти две метрики там можно использовать и можно ли? Что вы думаете на этот счет? А, F-мера? Ну, F-мера — это на самом деле решение… Да, есть еще такая метрика, т-т-т, нет, у меня ее нет в слайдах. Это на самом деле просто некоторое усреднение одновременно и точности, и полноты. То есть, ну, для того, чтобы как бы проще было сравнивать, проще одной цифрой оперировать, чем двумя. Не, на самом деле не решает проблему веб-поиска. Какие еще варианты? Ну, в зависимости от того… Проблема-то в чем? Если именно веб-поиск, то тогда я бы на полноту пока забил и на точность их работаю. Здесь 20%, на мой взгляд, немного. Ну, нет же, допустим… Нет, это, конечно, да, это можно так размышлять, но проблема не в этом. Мы его можем сделать в каком-то виде. Ну, то есть, не знаю, можем там спросить Яндекс, Гугл, наш поиск и создать коллекцию. Во, совершенно верно, порядок. То есть, пример точности и полноты хорошо подходит для булевых поисковых систем, в которых у вас нету порядка документа. Эта поисковая система возвращает вам просто мешок документов. А в веб-поиске, да, в каких-то других таких, то, что называется, ранжированных поисках, у вас уже есть порядок, и точность и полнота никак не отражает. Для точности и полноты совершенно неважно, на какую позицию вы это поставите. Ну, опять же, другие проблемы — это оценки бинарные. Мир, к сожалению, не черно-белый, может быть, счастью. Соответственно, есть документы, которые очень релевантны, есть документы, которые не очень, и в точность и полноту это никак не вписывается. Ну, вот, собственно, эфмера для тех, кто не знает, что это такое. Просто некоторое усреднение точности и полноты. Ну, и, соответственно, для ранжированного поиска есть вариант использовать точность и полноту. Как это можно сделать? Строится так называемый график точности и полноты. Вот у нас есть список документов, которые вернула наша поисковая система с первой позиции, там, по десятую. Есть какие-то метки релевантности. Соответственно, мы что можем делать? Мы можем отсечь все наши документы, ну, сказать, что наша поисковая система вернула только первый документ, да, например. И, соответственно, посмотреть, какая точность и полнота у этой системы. Точность у нее единиц, потому что все возвращенные документы релевантные. Ну, полнота у нее одна десятая, потому что она не нашла все 10 релевантных. Да? Ну, в данном случае мы предположим 10. У нас получается первый набор цифр. Дальше мы берем на следующем шаге два документа. Второй документ у нас становится не релевантным. Мы видим, что точность падает, становится одно-второй. Понятно, да, почему? Всем понятно? А, соответственно, полнота остается той же самой, не меняется. И мы таким образом, по мере того, как мы двигаемся по этому списочку, у нас график, ну, вот так вот он как-то меняется и потихонечку убывает с верхнего левого в нижний правый угол. Соответственно, если мы возьмем какую-то другую систему, да, видите, что это гораздо менее релевантная выдача у нас получилась, то для нее график будет выглядеть вот так, зеленая линия. И мы видим, что на самом-то деле, как бы, кажется, то, что нам нужно, это площадь под этими двумя кривыми. Чем площадь больше, тем более качественный поиск. Идеальный поиск, по идее, всегда должен сохранять точность на уровне единица, и у него просто должна как-то расти полнота по мере увеличения позиции. Соответственно, график должен идти вот так вот как-то сверху, и вот тут он заканчивается. Используются, ну, как бы вот такие пилообразные графики, обладают определенными недостатками, поэтому используется интерполированная точность. Мы просто сглаживаем углы, получаем вот такие пирамидки. Ну и, соответственно, после этого можно использовать среднюю интерполированную точность. Усредняя просто по нескольким запросам, у нас получается такая линия. Ну, как у любой поисковой системы, какие-то запросы она может обрабатывать достаточно качественно, какие-то не очень, нам нужно средние. Берем две поисковых системы и сравниваем. Соответственно, можно сравнивать как вариант площади под этими кривыми. Другой вариант можно использовать так называемые одноточные точные оценки. Ну, вот классическая это average precision, когда мы суммируем по всем позициям нашу precision, ну и, соответственно, суммируем по мере того, как мы двигаемся. Ну, это, грубо говоря, мы суммируем все вот эти вот точки по вертикальной оси. Соответственно, чем более качественная поисковая система, тем все эти точки выше находятся, получаем лучшую оценку. Другая проблема заключается в том, что, вот как вы правильно заметили, не всегда мы знаем полное множество релевантных документов, и более того, иногда достаточно дорого все документы оценивать для того, чтобы посчитать, ну, там, представьте у вас, для того, чтобы получить более-менее правдоподобную оценку по какому-то веб-поиску, нужно порядка нескольких тысяч запросов и нескольких десятков документов. Ну, то есть для больших проектов это все можно пропустить через экспертов, для не очень больших проектов иногда это бывает дорого, и можно использовать пример, который, в общем, используется достаточно в других отраслях науки, это так называемая сэмплированная оценка. То есть идея заключается в том, что, ну, классический пример, у нас 10 тысяч каких-то там условных коров, мы хотим вообще понять, насколько популяция здорова или нет, все 10 тысяч коров пропускать через рентген достаточно проблематично, сложно, дорого, поэтому мы просто берем, совершенно случайным образом отбираем 100 коров и обследуем их. Из этого можно сделать какие-то выводы, да. Здесь примерно так же. Мы случайно выбираем из результатов поисков какие-то документы и оцениваем их. И уже на результате этой оценки мы строим какие-то суждения о качестве поиска. Проблемы, какие у нас здесь возникают, так называемая критика чистой релевантности. Ну, во-первых, релевантность — это не все, что нужно пользователю. Ну, такой классический пример — это запрос ВКонтакте. Для ВКонтакта можно придумать там с десяток разных способов, как можно попасть на его главную. Это и VK.com, и VK.com.slash.login, и ВКонтакте.ru, и ВКонтакте.ru.slash.login. И кажется, если вы по запросу ВКонтакте или по какому-то другому запросу, неважно какому, забьете выдачу одним и тем же, без какого-то разнообразия, да, то это будет плохо. На самом деле, кроме релевантности, пользователь еще и ищет разнообразие в выдаче поисковой системы. Или там другой пример — это запрос Ягуар, да? Что ищет пользователь, который вводит запрос Ягуар? Ну, может, животное искать, а может, автомобиль. Конечно, вы об этом не знаете, а вы можете вполне себе забить всю выдачу рассказами про зверушку, вот, но как бы людей это не устроит. Соответственно, с этим тоже надо бороться. Другая проблема, ну, это то, что опять же уже повторюсь, это то, что релевантность — это такой суррогат, который подменяет истинную информационную потребность, не отражает ее сильно. Ну, и опять же, все это достаточно долгое и сложно, и дорого. Все это усложняет процесс создания корпуса. И, в общем-то, дело это достаточно хлопотное. Какие есть варианты, как это можно упростить? Ну, такой классический пример, про который я всегда рассказываю, это маркерный тест Analyze This. Ну, и вообще, эти маркерные тесты, их, в общем, достаточно легко и просто делать. И, в общем, когда вы будете делать дипломный проект, некоторые из вас будут делать поисковые системы, кажется, это отличный способ для того, чтобы оценивать качество. В чем суть? Ну, вот конкретно этот анализатор создавался компанией Ашманов и партнеры для того, чтобы сравнить, ну, какую-то получить независимую объективную оценку, какой поисковик на российском рынке лучше. Яндекс, Гугл, Мейл.ру, Яху. Какой поисковик лучше, Яндекс или Гугл? Или Мейл.ру? Давайте, у кого какое мнение? Я просто пуглю и все. Да, сейчас. А? Да, на общий мировал, наверное, был бы, потому что он традиционный запрос на рынок лучше. Почему? На качестве. Да нет, 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 почему вы так считаете? Ну, скорее всего, Яндекс и Мейл больше традиционно на российский рынок. Ну, и пользователи, соответственно. Ну, да, на самом деле так. На самом деле, как бы, ну, вы видите, вы студенты, с вами чуть сложнее, как бы. Там, иногда я читаю эти лекции в других аудиториях, там люди начинают, там, одна половина начинает кричать, да, Яндекс, конечно, лучше, вы что? Другая половина аудитории начинает кричать, да, конечно же, Гугл лучше, а третья половина аудитории кричит, да вы что, поиск Мейл.ру самый лучший на свете? Вот, соответственно, чтобы, в общем, эти споры как-то аннигилировать, сделали этот анализатор достаточно прикольный. Что здесь есть? А здесь, что они делают? Они, вообще, берут различные аспекты работы поисковой системы и под каждый этот аспект строят свой анализатор. Ну, например, есть навигационные запросы, да, то есть это ВКонтакте, это школа 38 города Урюпинск, это аквапарки Крыма, да, какие-то. То есть когда человек хочет куда-то конкретно попасть. Есть там информационные запросы, типа, в каком году родился Пушкин, транзакционные запросы, там, купить весы и тому подобные вещи, и так далее. Соответственно, на самом деле, вот тут таких вот метрик достаточно много, в том числе они пытаются измерять различные раздражающие факторы, технические. Ну, раздражающие факторы, это что, например, да? Это, например, порнография по непорнографическим запросам. Человек, подумаешь, азиаток хотел найти, а мы ему там всякое нехорошее показываем. Другой пример технические характеристики, это вообще как быстро поисковая система отвечает. И, в принципе, если вот так вот сходу посмотреть, видно, что в этом списке, в общем-то, по-моему, только по одному, вот по этому критерию Яндекс впереди всех остальных поисковиков. Во всех других случаях он где-то там болтается чуть ниже, что интересно. Ну, примеры, да, навигационные запросы. Внутри они, опять же, тоже неоднородны. Это, на самом деле, не конкретный анализатор, а целая группа. Там есть просто навигационные запросы, есть, так называемая, периферийная навигация. Это когда мы хотим найти не МГУ, а, например, философский факультет МГУ. Да, ну, то есть что-то там... А, нет, извините, внутри сайтовая навигация, а периферийная — это у них какие-то мелкие сайты, типа средняя школа 32 города Урюпинска и так далее. Ну, вот как раз пример, как это выглядит, что у нас здесь есть авиакомпании Якутии. Мы под каждый такой запрос знаем конкретный маркер, именно поэтому они так называются. Мы просто проверяем, нашелся такой маркер или не нашелся. Ну, можем еще какой-то дисконт за позицию вводить. Соответственно, таких запросов там порядка сотни. Проверяем, смотрим, кто что находит, что что не находит, и получаем какую-то вот такую вот цифру. Можно, соответственно, в динамике отслеживать. Ну, то есть и видно, что тут Яндекс и Рамблер, которые пользуются поиском Яндекса, они, в общем, тут повыше. А мы с Гуглом тут находимся чуть пониже, но, в общем, ищем не хуже Гугла. Да, собственно, пример, почему поиск Мауру не хуже Гугла. Есть другие варианты. Это внутрисайтовая навигация, региональная навигация, там, например, Авито во Владивостоке. Ну, в общем, тут всего этого достаточно много. Другой хороший такой интересный пример — это полнота и разнообразие поисковой системы. То есть что они делают? Они берут какие-то редчайшие слова. Ну, тут вот примеры. Антибомонд, запинкодан, каталожничество, чтобы это не значило. И, соответственно, смотрят, какое количество страниц находят поисковые системы по этим запросам. Ну, и, соответственно, чем больше этот показатель, тем лучше. Ну, и вот тут вот видно, да, что вот по этому показателю мы где-то наравне с Яндексом находимся в топе, а Гугл очень сильно встает. Это вот какие-то конкретные кейсы, да, вот оно вот действительно вот так вот работает. Тематический поиск в ВУЗе Владивостока. Раздражающие факторы. Про порнографию тоже говорил. Тут берутся такие сомнительные запросы, типа там азиатки, гимнастки и тому подобное, и смотрится, сколько порнографии по этим запросам находится. В идеале, конечно, должно находиться ноль. Это все, видите, это как бы здесь идея этих тестов в том, что в каждом конкретном случае мы можем придумать какой-то простой алгоритм, который проверяет, хорошая выдача или плохая. Да, есть порнография или нету. Есть там конкретный результат или нету, и так далее. Ну, другой тоже пример — это скорость поиска. Ее тоже важно измерять. Видно, да, что наша поисковая система, она вообще самая быстрая из всех существующих. Видимо, когда мы увидели, что это очень сильно влияет, очень сильно постарались, чтобы сделать его быстрым, мы до сих пор держим марку. Вот, и, в общем, по кругу мы вот таким вот образом работаем и улучшаем. Вопросы есть какие-нибудь на этом этапе? Нет? Едем дальше. А, соответственно, для того, чтобы создать более-менее хорошую настоящую коллекцию для оценки веб-поиска, нам на самом-то деле… То есть это нельзя просто там сесть и где-то там в Word написать документы, оценить их. Тут приходится разрабатывать целую здоровенную инфраструктуру. Ну, в общем, вся эта инфраструктура начинается с людей под названием асессоры и асессорская служба. В чем ее суть? На самом деле, внутри поиска мы хотим оценивать не только релевантность, мы хотим оценивать много других вещей, да, соответственно, мы нанимаем каких-то экспертов. Ну, как правило, это люди, которым нужна частичная удаленная занятость. Там, в общем, попадаются совершенно разные люди, ну, начиная от домохозяек, заканчивая. Там был у нас даже как-то один человек, он, кажется, медик, вот, и, соответственно, у него просто вот было какое-то количество свободного времени, он решил вот так вот подработать. Соответственно, под каждый критерий поиска, качества поиска, мы придумываем определенную схему оценки, ну, под релевантность, да, тут, примерно, то же самое, выбираются поисковые запросы. Дальше, соответственно, сначала человек оценивает, что вообще хотел, вот этот ассессор оценивает, что он хотел найти в данном случае, ну, вот, фильмы 2016, что это? Это фильм 2016 или фильмы из 2016. Вот эти вот медицинские запросы, они вообще прекрасны, почему болит в боку при беге, вот, и там, как вылечить ангину, и там очень много спорных таких моментов. Какой хороший документ по запросу, как вылечить ангину с точки зрения домохозяйки? Есть идеи? Нужно. С точки зрения домохозяйки, ей лучше к врачу обратиться. Вот, соответственно. И, соответственно, нужно рекомендовать, там, поликлинику или клинику. Нет. А если лечить самому, то это надо разбираться. Вот вы и рассуждаете, вот точно так же, как рассуждал наш эксперт-медик. На самом деле, если вот этот запрос оценивает домохозяйка, она, вот там, есть какой-нибудь такой вот длинный документ с картинками, что там, пейте, там, чай с малиной, полощите горло фурацелином, там, все такое. Вот с ее точки зрения, это хороший, релевантный документ, потому что он отвечает на вопрос, как лечить ангину, на самом деле. Документ, идите к доктору, он не отвечает на вопрос, как лечить ангину. Ну, вернее, отвечает, но так себе, как бы, про чай гораздо больше развернуто. А если наш эксперт, это специалист в медицине, он-то понимает, что ангина достаточно опасное заболевание, ее лучше не лечить самому, а лучше действительно обратиться к доктору. Поэтому получается ситуация наоборот, там, документы, развернутые инструкции, он оценивает как слаборелевантные, а документы, где написано просто идите к доктору, это вот, типа то, что надо. И на самом деле вот таких вот аспектов очень-очень много. И мы тут пробовали разные способы, начиная от того, что человек должен был сесть, там, поискать информацию по теме, разобраться, вникнуть, там, поводить разные запросы в разные поисковые системы, просто для того, чтобы понять, что означает этот запрос. Заканчивая тем, что в конечном итоге пришли, что все равно это слишком сложно и дорого, и существенно упростили эту схему, и просто надеемся, что называется на усреднение. За счет того, что у нас много запросов, даже если где-то какие-то ошибки бывают, то они усредняются, и все равно получается неплохой результат. Так, про это, соответственно, про принципы поговорили. Как это выглядит изнутри? Ну, вот примерно так это выглядит. Рабочее место эксперта по оценке документов. У него вот тут вот есть запрос, переводчик, ему показывают какой-то документ. Соответственно, после того, как он оценил запрос, ему надо дальше оценивать документы. Он видит, собственно, непосредственно сам документ, и у него на самом деле достаточно большая шкала, по каким критериям это оценивать. Все начинается с того, что вообще можно ли его оценить, потому что иногда документ не загружается, иногда документ блокируется антивирусом, иногда документ написан на кыргызском языке, и на самом деле не очень понятно, релевантный он или нет, сходу. Ставить его нерелевантным тоже нельзя, потому что если запрос написан в латинице, и кажется, там есть такие слова, то, может быть, документ релевантный, просто как бы асессор не может его оценить. Ну, кыргызский, ладно, это такой перекос, это украинский классический пример. Наша поисковая система, она, в общем-то, заточена, в том числе и под Украину, но далеко не все эксперты знают украинский язык. Поэтому те эксперты, которые не знают, ставят сюда галку «нет», дальше у них тут вываливается дополнительный вопрос «почему нет», ну и дальше этот документ может, например, уйти другому эксперту. Все достаточно хитро. Другие критерии, да, такие из поверхностных, это порнографичность документа, чтобы можно было этим управлять. Отдельный критерий — это то, что называется «жесть», ну, там какая-нибудь расчлененка, видеозаписи хирургических операций и тому подобные вещи, да, это на самом деле тоже такой достаточно серьезный аспект, который нужно контролировать, да, потому что по запросу «как лечить ангину» мы все-таки хотим какой-то более-менее цивильный найти документ, а не документ, в котором там во всех красках рассказывается хирургическая операция, как там эту ангину вырезают туда-сюда, такое тоже встречается. Соответственно, после того, как пользователь оценил какие-то базовые вещи, у него вот здесь вот есть такой блочок, и в этом блочке по, получается, пятибальной шкале он оценивает этот документ от так называемого обязательного документа, ну, это ВКонтакте, по запросу ВКонтакте, без которого выдача вообще смысла не имеет, до полностью бесполезного и неэлементного, то есть шкала на самом деле черно-белая, и инструкция о том, как выбрать вот из этих вот пяти галочек, ну, в нашей поисковой системе это вот примерно вот такой толщины документ на листах от четыре с двух сторон, вот, я уж не помню, там сколько страниц сейчас, ну, в общем, достаточно сложная эта тема. Едем дальше. Какие возникают проблемы? Люди, в общем-то, людям свойственно ошибаться, и причин нам этому много, соответственно, для того, чтобы с этими ошибками как-то бороться, мы используем кросс-валидацию. Идея простая. Мы один и тот же документ можем показывать нескольким экспертам. Если их мнение совпадает, все хорошо, если их мнение не совпадает, то есть варианты. Соответственно, можно просто, например, усреднять оценку, получать что-то среднее между двумя людьми, а можно попытаться добиться какой-то правды. Ну, вот в данном случае у нас реализован так называемый механизм арбитража. Его идея заключается в чем? В свое время он очень сильно помог повысить качество. Если оценки отличаются, то сначала каждому из экспертов предлагается объяснить, почему он принял то или иное решение. На втором шаге арбитража двоим экспертам показываются объяснения друг друга и даются кнопочки с выбором, кто был прав, кто виноват. Ну, такая достаточно веселая система. И в случае уже, если люди как бы и после объяснений не согласны, не могут договориться, кто же из них прав, или там нажимая там оба правы, оба неправы, то тогда уже, соответственно, подключается какой-то эксперт по релевантности, там, например, числа самых сильных, самых опытных асессоров, и он уже принимает какое-то окончательное решение по поводу того, что с этим документом делать, вплоть до того, что он может дойти там вплоть до разработчиков поисковой системы, и вот после этого сидишь там и думаешь, господи, а что ж мы должны с этим документом делать, хороший он или плохой. Ну, это такая система кнута и пряника, да, то есть когда человек соглашается, что да, он сделал ошибку, он, как бы, он, может быть, не получает деньги за свою работу, ну, потому что он ошибся за конкретный документ, но при этом он не получает никаких штрафов, потому что это с другой стороны, если он все время жмет, что нет, я прав, даже тогда, когда он не прав, то он получает штрафы, ну, и, в общем, это как раз та самая палка. Ну, и вот, в общем, таким вот каким-то образом мы пытаемся людей балансировать. Ну, и, соответственно, результаты, какие получаются, как-то примерно так это выглядит. Вот они идут, сортированные по алфавиту запросы, Ну, тут можно подсмотреть, да, вполне себе настоящие запросы. Что искал человек, вводя запрос 33 коровы? Ну, это вот, это вот просто пример того, что далеко не очевидно и не тривиально, или 101 XP. Что это такое? Чего? Чего хотелось? На XP не знаю, 33 коровы. Что это? Может, это песня из фильма? Может быть. Или саму песню. Да, кстати. Или текст песни. Вот. И тут начинает, соответственно, развлекухи. Дальше мы вот тут вот видим. Конфетку. Конфетку, конечно же, искал. Где купить оптом? Ну, и, соответственно, здесь у нас выводятся уже сводные какие-то результаты. Ну, и в данном случае это показаны результаты сравнения двух версий поисковой системы. То есть боевой версии, вот тут она подписана, и версии там с тестового стенда. Разработчики что-то разрабатывали. И мы вот видим, что среднее, оно стало больше. Ну, соответственно, наверное, это означает, что поисковая система, которую вот здесь разработали, если мы вот это вычитаем из вот этого, не удалось. Какое-то изменение хуже. Боевой поиск лучше. Про проблемы поговорили. Канонический пример, почему сложно оценивать документ. Поисковый запрос «Сколько лет Жанне Фриске?» Что вы думаете по поводу релевантности этого документа? Давайте поиграем немножко в ассессоров. Ну, он устаревает. Информация о дате рождения, она актуальна. А вот то, что ей 34, уже не 34. Чувствуется, чувствуется сильная группа. Совершенно верно. То есть, на самом деле, вот это как бы документ, ну, его специально не искали. Мы его выдрали из сложных случаев с ассессорами. В данном конкретном случае было 3 ассессора, и все они поставили совершенно разные оценки. Один человек сказал, что это абсолютно релевантный документ. Вот тут написано, что ей 34. Все в порядке. Другой человек посмотрел вот на это. Да, он посмотрел на это, вот заметил вот сюда, да, что это 3 года назад было. И, в общем, из этого он сделал вывод, что ей уже сейчас точно не 34, как минимум. Но информация о годе рождения тут есть, ну, можно прикинуть. Это, значит, такой средний релевантный документ. А третий посмотрел, там, почитал чуть-чуть дальше и нашел тут вот сообщение другого пользователя о том, что очень сомнительно, что она родилась в 74-м и выглядит она старше. И записал этот документ в группу малополезных, но по теме. Ну, то есть, кажется, да, здесь обсуждается тот самый вопрос, который искал пользователь по поводу, сколько ей лет. Но на самом деле, как бы, вы, получив такой документ, пойдете искать что-то дальше. Потому что из этого документа до конца не очевидно, сколько же ей было лет. Краеугольный камень. Можно ли обойтись без асессоров? Классический ответ на этот вопрос заключается нет, нельзя, потому что мерить надо. Поведенческие метрики не все отражают. Асессорские оценки нужны не только для того, чтобы оценивать качество поиска, но для того, чтобы еще, например, обучать машинное обучение в рамках поиска. Об этом там чуть дальше будет отдельная лекция. Но на самом деле прогресс не стоит на месте. Сегодня в некоторых ситуациях мы уже можем говорить, что да, можно обойтись. Потому что, во-первых, и прогресс в методах постановки экспериментов есть. На сневающий день есть методы, которые, в общем, по крайней мере, в части релевантости могут давать очень точные и очень быстрые оценки, исходя из поведения пользователей. Сейчас мы дальше об этом поговорим. И машинное обучение тоже не стоит на месте. Появляются новые методы, которые позволяют обучать модели машинного обучения, исходя исключительно из того, как пользователи кликают. И вот та область, где я сейчас работаю, рекомендации. На самом деле рекомендационная система, все понимают, да, что это такое. Это же тоже на самом деле форма поиска. Но это форма поиска, в котором человек даже запрос не вводит, а уже хочет увидеть какие-то хорошие для себя документы. Это как поиск нулевого запроса. Вот. И в данном случае мы, например, мы вообще не можем использовать асессоров, потому что мы совершенно никаким образом не можем понять, вот конкретный, вот он Вася, да, ну, может быть, мы что-то о нем знаем, какие он сайты посещает, что он это. Вот конкретная страница, да, которую мы можем показать этому Васе. Мы никак не можем догадаться, у нас нет запроса, понравится Васе или не понравится. Соответственно, в рекомендательных системах вся надежда только на поведенческий сигнал. Все модели обучаются, исходя из поведения пользователей и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, с веб-поиском так тоже можно обращаться. Хотя лучшие практики говорят о том, что все равно хорошо совмещать. Например, при помощи асессоров можно очень четко, ну, то есть, понимаете, как это, как с порнографией, если по любому запросу пользователю показать порнографию, он в нее обязательно кликнет. И с этой точки зрения идеальный поиск, ну, то есть, там человек водит синхрофазотрон, вот, а вы ему раз первым документом порнографию, он там сразу про свою сессию забывает, все, ну, интересно, он кликает, качество поиска растет как на дрожах, все отлично, проект развивается, да. Это вот как бы та самая опасность, в которую можно попасть, если оглядываться только на поведение людей. И вот, собственно, асессорские оценки для контроля этого используются. Они, в общем-то, и в рекомендациях используются, например, для того, чтобы оценивать качество документов, которые мы, в принципе, в этой рекомендательной системе показываем. Если мы в виде какой-то инструкции можем сформулировать, то, соответственно, это. Про работу асессорской службы есть какие-нибудь вопросы, ребят? На самом деле очень сложный раздел, и я в свое время там участвовал в ее создании, в нашем поисковой системе, и угрохали мы в это не один месяц работы. То есть заставить людей правильно размечать документы, это очень большой труд, и я очень хорошо помню, как в самом начале, ну, чтобы что-то как бы заставить делать других людей, вы должны сначала сами научиться это делать. Я какое-то время поиграл в асессора, это очень утомительный и сложный труд. То есть, ну, так кажется, да что такого, как бы легко понять, а на самом деле нет нифига. И, во-первых, насмотреться приходится всякого разного, и, во-вторых, очень сложно понять, где оно что. В общем, очень веселая тема. Другой вопрос. Хорошо. Корпус мы сделали, запросы выбрали, документы оценили. Теперь, соответственно, нужно каким-то образом посчитать цифру, правильно? Исходя из которой мы будем делать какие-то выводы. Соответственно, лучшая, самая лучшая метрика заключается в том, что мы хотя бы как-то будем моделировать нашего пользователя, пытаться, да, его взаимодействие. Ну, и такая вот самая-самая простая модель заключается в том, что… Вот она на экране нарисована. Она заключается в том, что пользователь… Ну, вот мы предполагаем, что он просматривает все документы сверху донизу. Релевантно ему нравится, не релевантно не нравится, просматривает всю десятку. Это модель. Понятное дело, что в реальности происходит не так, но тем не менее. Соответственно, из этой модели наиболее качественная поисковая система будет та, у которой сумма релевантности ее документов будет максимальна, да. Поэтому метрика, называется relative gain, она вот так вот записывается. Очень просто. Рел — это та оценка, которую проставил асессор и тому документу. Но, в общем, реальность там на самом деле сложнее. Сложность заключается в том, что пользователь не просматривает все 10 документов, он просматривает их сверху вниз. Причем пользователи очень часто нетерпеливые. Это выражается в том, что вероятность того, что он просмотрит первый документ, она гораздо выше, чем вероятность того, что он просмотрит пятый документ. Правильно? Вот. Но при этом… Ну, вот тут вот картинка-то на самом деле искусственная. На самом деле график выглядит чуть-чуть по-другому. Забавный факт. Вероятность того, что он просмотрит десятый документ и девятый, она чуть-чуть выше. То есть это на самом деле такая выгнутая тарелка. Она, конечно, сильно меньше, чем первый документ, но, тем не менее, тоже не ноль. А почему так происходит? Есть идеи? Нижний документ, да, когда он до подженатора лезет, да, кнопочка страниц переключения, совершенно верно. Ну, это уже такие сложности. В простейшем виде используется метрика, которая называется DCG, Discount Cumulative Gain. Она очень просто вычисляется, достаточно неплохо работает, используется на практике. Идея очень простая. Это тот же самый Cumulative Gain, но при этом каждое слагаемое мы еще дополнительно взвешиваем обратным алгарифмом от позиции. Ну, соответственно, вот этот алгарифм, он как-то вот так вот затухает, что более-менее отражает то, как в среднем по запросу происходит. Опять же, не до конца это правда, потому что одно дело запрос, там, что-нибудь в духе, как поменять покрышку на, там, какой-нибудь, там, редкой машине, там, как открутить, там, какую-нибудь детальку двигателя. Если пользователь вводит такой запрос, то, скорее всего, он просмотрит все документы. Даже если первый релевантный, он все равно посмотрит остальные, чтобы убедиться, что он нашел то, что ему надо. На другой стороне запрос ВКонтакте, до которой до второй позиции досматривают, там, буквально, проценты пользователей. Все уходят в первую позицию, и что вы там покажете, на других позициях совершенно как бы неинтересно. Ну, соответственно, есть метрики, которые это отражают, но это уже, там, что-то из продвинутого. Простенький пример, как это считается. То есть, что у нас здесь? Поисковая выдача из 10 документов, скорб, который назначил асессор, ну, пускай даже по бинарной оценке, и дисконт, который мы получаем, да. Соответственно, видим, что релевантный документ на восьмой позиции, это совсем не то же самое, что релевантный документ на первой позиции. Все это суммируем, получаем какие-то очки. 2,68. И, в принципе, вот эти 2,68 — это та цифра, которую вы увидели у нас в интерфейсе, и она, в общем-то, отражает, насколько выдача, в принципе, релевантная. Но иногда, в некоторых ситуациях, когда мы, например, сравниваем два алгоритма ранжирования, а не просто наблюдаем за его качеством, нам хочется получить не просто какие-то оценки, да, цифры, а каким-то образом нормированные. Ну и, соответственно, есть варианты этой метрики, она называется NDCG, слово normalized, и ее идея заключается в том, что мы сначала считаем DCG, а потом мы берем все релевантные документы, которые у нас есть, выставляем их в идеальной позиции, да, таким образом, получая идеальную выдачу. Считаем DCG, это идеальная выдача, и нормируем на это DCG. Ну и, соответственно, получаем цифру от 0 до 1, которая говорит нам о том, насколько поисковая система вообще вывезла этот запрос, в том смысле, что нашла ли она все, что можно было найти. И вот эту NDCG достаточно удобно работать, если вы сравниваете с какой-то уже хорошей, там, развитой поисковой системой, которая вам как раз обеспечит хорошую, качественную вот эту нормировку, а дальше вы просто смотрите, насколько вы к ней подтянулись. Ну, это как пример. Соответственно, кликовая модель такая не идеальная, если записать движение глаз человека, как он двигается, то получается какой-то вот такой вот трек, там все гораздо хитрее. При этом на то, как пользователи взаимодействуют, вообще, насколько ему понравилась или не понравилась поисковая система, влияет не только чистая релевантность, влияет еще, насколько качественный сниппет. Да, сниппет — это кусочек вот поискового... А у вас уже были лекции про сниппет же, да. Многое что влияет, поэтому, в принципе, есть и другие модели, есть модели и метрики, которые пытаются совместить, например, качество сниппета, которое можно оценивать, в общем-то, так же и качество там самих документов. Все это соединяется, все это можно нормировать на... Ну, грубо говоря, идея, там есть одна из метрик, ее очень так активно использует Яндекс, она называется P-Found. Смысл ее упрощенный в том, что если у вас на первой позиции стоит релевантный документ, то вероятность того, что пользователь будет смотреть дальше, она резко падает. И вы вот этот вот дисконт, его делаете не одинаковым для всех запросов, а достаточно крутым, если сверху релевантный документ. Пожалуй, это, наверное, все, что хотел вам рассказать про сплитовые модели. Есть какие-нибудь вопросы? Нет? Думаю, вам эта лекция на самом деле пригодится. В любом случае вы будете делать какую-то систему, будете оценивать качество этой системы. Я говорю про выпускной проект, который на четвертом курсе запланирован, четвертом семестре, то есть. И думаю, вам все это пригодится, когда вы ее будете разрабатывать. Другое направление — это уход от оффлайновой оценки и, собственно, переход к учету непосредственного поведения пользователей. Классика жанра в данной отрасли — так называемое сплит-тестирование, оно же АБ-тестирование. Кто про это что-нибудь знает? То ладно, кто-то же должен знать. Никто не знает про сплиты. Нет. Для меня сплит — это компания, которая занимается геофизикой. Понятно. Нет. В области информационного поиска сплиты — это чуть другое. Смотрите. В чем суть? Вот у нас есть пользователи. Что мы можем сделать? Мы, во-первых, можем придумать какую-то метрику. Если мы говорим про поисковую систему, то, наверное, одна из самых простых и понятных метрик, которые можно придумать, это доля кликнутых запросов. Ну, логично. Если есть хороший документ, пользователь кликает. Нет хорошего документа — он не кликает. Всем понятно, почему это не идеальная метрика. Иногда бывают ситуации, когда пользователь видит то, что ему надо, прям в снипте, и он не кликает, хотя и удовлетворен. Есть варианты, когда он, там, не знаю, это пришел робот, он вел этот запрос и не собирался ни на что кликать. Есть вариант, когда пользователя просто отвлекли. Или он передумал это искать. Ну, в общем, можно придумать много разных вариантов. Или он, например, ничего хорошего не нашлось, но просто, что называется, последняя надежда, он кликает, что попало, ну, хоть чтобы что-то найти, при этом как бы метрика растет, он падает. Вот у нас есть, соответственно, вот такая метрика. Вот это вполне себе реальная картинка из нашего поисковика, доля вот этих вот не кликнутых запросов. Ну, и мы видим, что она колеблется где-то между 0,68 и 70%. И на самом деле, видите, вот эти колебания, вот такие вот, это дневные колебания, то есть вот этот вот интервал, это одни сутки. Почему они происходят? Потому что в разное время суток у вас разные запросы. Утром — это прогноз погоды, пробки, карты, что-то еще. Днем — это студенты ищут там ответы на домашние задания. Вечером — это какие-нибудь фильмы онлайн, какие-нибудь игры, какая-нибудь развлекуха. И у каждого такого класса запросов, понятное дело, в поисковой системе свое качество, своя доля не кликнутых. Плюс во времени что-то меняется, где-то происходит какое-то событие, 1 сентября, Курбан-Байрам, какой угодно другой праздник. В общем, я теперь знаю все праздники, по-моему, всего СНГ, работа в поисковике. И, соответственно, тоже это очень сильно аффектит поток запросов, это аффектит эту метрику. И в чем проблема? Вот представим, что вы сделали поисковую систему. Представим, что вы ее вот тут выкатили, вот в этом месте. Теперь вопрос. Стало лучше, не стало лучше? Как понять? На самом деле вот в такой конфигурации, как я рассказал, правильный ответ — никак. Потому что, ну, например, я выкатил вот в этом месте свою новую систему поисковую, и вижу, что она у меня бабах, вот так вот вверх поросло. И я такой, о, отлично, я сделал хорошую систему. А на самом деле это просто суточные колебания, и если бы я не выкатил свою систему, она бы в два раза выше выросла, как бы, а так она даже упала. Соответственно, чтобы это преодолеть, мы делаем очень простой трюк. Мы берем нашу аудиторию, ну и в простейшем случае делим ее пополам. Делим пополам совершенно случайно. Чем случайнее, тем лучше. Очень советую избегать вот этого анекдота, где функция rent, которая возвращает случайное число, написано return 4, и комментарий, честно-честно, я выбрал это число случайно. Вот. Такого, соответственно, следует избегать. И вот смех смехом, но в области постановки экспериментов, так же, как в области криптографии, случайности настоящих случайных чисел уделяется очень большое внимание, потому что если вдруг в ваша случайность закрадется какая-то не случайность, она может все испортить, и вы получите совсем не тот результат, который есть на самом деле. Ну ладно, идея очень простая. Поделили пользователей пополам. Одной половине мы показали старую версию поиска, второй половине мы показали новую версию поиска. Так как мы этих людей разделили случайно пополам, у этих людей, у этих групп людей одинаково происходит Курбан-Байран, у них одинаково происходит 1 сентября, и они одинаково ищут фильмы вечером. Правильно? Соответственно, возвращаемся к вот этому графику. Вот тут видите, две линии нарисованы. Это как раз и нарисованы по половинке разделенные наши пользователи. У одной половины, соответственно, в одной половине красные, в другой зеленые. Ну и хорошо видно, как они, в общем-то, колеблются вместе. Есть какие-то небольшие флуктуации, которые просто случайностью обусловлены, но тем не менее графики повторяют друг друга. Ну и вот такой вот канонический пример. Это график, когда мы в свое время запускали, это далекий 2014 год, мы тогда запустили новую версию того, что называется быстропоиска, то есть та часть поисковой системы, которая обеспечивает реакцию на какие-то события. Это как раз вот в это время, по-моему, Олимпиада была, если не ошибаюсь, что там у нас в феврале. Ну да, это, кажется, зимняя Олимпиада 2014 года. Вот. И мы, собственно, видим, что на том сплите, куда мы выкатили, в данном случае это красный сплит, доля запросов кликами, она резко вырастает. Ну и, в общем, по мере развития событий в какой-то вот в этот момент, по-моему, что-то произошло, кто-то там что-то выиграл или что-то в этом духе было, не помню уже деталей. Соответственно, ну, тут очень сильно отличается, да, где-то 53,5% против 57% не кликнутых запросов. То есть мы понимаем, что в старой версии системы вот это вот количество запросов, оно было нерелевантно, оно было некачественным, и мы это исправили. И все замечательно, да. Ну, соответственно, очевидно, что это хорошая поисковая система, и, в общем, в бой с песней. Всем премиум. К сожалению, вот так бывает редко, гораздо чаще бывает вот так. Что здесь? Здесь вот этот вот пик вниз, он обозначает момент переключения, собственно, поисковой системы, когда мы выкатываем новую версию индекса поискового. И дальше возникает вопрос. Стало лучше, хуже, так же? Какие мнения? Как быть? Может быть, чуть-чуть получше. Потому что за вот этим вот большим пиком вниз у зеленой кривой есть два пика вниз, а красная, она идет выше. Причем площадь разницы, она будет больше, чем у третьего пика вниз, где красная чуть-чуть получше. Вот я обычно вот такие рассуждения называю гаданиями на картах Таро, потому что все, что вы сказали, конечно, может быть правда, а может быть просто так случайно сложилось. Вот я скажу на самом деле, что вот в этот момент это была одна и та же поисковая система. Но тем не менее, видите, разница-то есть. Это просто случайности. Как бы от случайности избавиться нельзя. Всегда будут какие-то флуктуации, всегда будет какая-то дисперсия. Ну, это да, примерно одинаково. Ну, на самом деле, оп, что-то у меня здесь. Поехали слайды, извиняюсь. Давайте вот сюда перейдем. На самом деле есть научный ответ на этот вопрос. Да, критерии согласия. Да, соответственно, мы можем посчитать некоторые статистики, которые нам должны ответить на вопрос, согласуются или нет. Для того, чтобы эти статистики использовать, должны выполняться несколько критерий. первый критерий заключается в том, что ваш критерий оценки должен прямо отвечать на ваш вопрос. То есть, на самом деле, вот в случае с поисковиком, если мы берем в качестве критерия долю кликнутых запросов, то единственный вопрос, на который это отвечает, выросла ли доля кликнутых запросов. Понимаете? Это не то же самое, что вопрос, стал ли поиск лучше. Доля кликнутых запросов могла вырасти по какой-то другой причине, при том, что поиск в целом стал хуже. Ну, например, на какие-то запросы, да, мы стали отвечать, там появились, там, где были совсем нерелевантные результаты, появились какие-то релевантные, но в других запросах, где у нас было по пять кликов в релевантные документы, стало по одному клику. Поиск ухудшился, но при этом по этой метрике мы видим, что все растет, да. Соответственно, ну, такой классический пример, который приводится во всех, по-моему, книжках про сплиты, это если мы делаем, например, интернет-магазин, то в интернет-магазине, вот, что бы вы ни делали, самый лучший сплит — это деньги, да, то есть цель любого магазина — зарабатывать деньги, поэтому таким критерием прямо вот должны быть деньги. Вот вы выкатили новую версию магазина, ну, дизайн, например, его тоже можно проверять на сплите. В принципе, на сплитах можно проверять все аспекты работы какой-то там, систему массового использования. И, соответственно, смотрите. Стало больше денег — хорошо, не стало — нехорошо. Такой канонический пример про сплиты. Все знают Amazon, видели, да, все его дизайн, вот эти вот куча блочков, каким-то образом там расставленных, напиханных, очень много всего на этой странице. Интересная особенность, про которую мало кто знает, дизайн этой страницы формируется автоматически. То есть идея, ихняя идея заключается в том, что они, ну да, у них есть там верстальщики, дизайнеры, которые придумывают вот эти отдельные блочки, а дальше алгоритм постоянно в верстку этой страницы вносит какие-то флуктуации, переставляет блочки местами, делает какие-то блоки больше, какие-то меньше, что-то там двигает больше, меньше, влево, вправо. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? И дальше, соответственно, на сплитах проверяется, стало лучше или не стало. И та, скажем так, версия сайта, которая приносит максимум профита, она закрепляется, и вот, в общем, так вот он эволюционно развивается. Вот такая вот, например, идея, как они это используют. Второй аспект — это так называемая нулевая гипотеза. Смысл ее заключается в том, что мы предполагаем, что наши сплиты на самом деле одинаковые, вот, и те отличия, которые мы наблюдаем, они просто вызваны случайными флуктуациями. И третье предположение, без которых тест-статистики не работают, в общем, мало какие статистики работают, это то, что флуктуации, которые мы наблюдаем в нашей метрике, они подчиняются нормальному распределению. То есть не сама метрика, да, вот в данном случае, если мы там отмотаем назад вот сюда, сама метрика не подчиняется нормальному распределению, но нас волнуют вот эти вот дельты в каждой точке. Мы хотим, чтобы эти дельты подчинялись нормальному распределению, иначе не будет работать логика. Ну, в общем, достаточно часто это обеспечивается. Соответственно, если у вас есть три этих штуки, делается достаточно простая вещь, берется две выборки, на каждой выборке считается какая-то статистика, ну, обычно это средняя, да, величины, которые нас волнуют. Считается оценочное стандартное уклонение, ну, опять же, по историческим данным, например, и берется вот такое вот отношение. Соответственно, величина T — это статистика студента, она имеет распределение студента. Ну, в общем, кто теравер проходил, то, наверное, слышал эти слова. На практике используется очень просто. У нас, в общем, есть табличка, в которую записано для каждого уровня статистической значимости некоторое число, и если то, что мы насчитали, превышает это число, то тогда мы говорим, что гипотеза не выполняется, и наше отклонение не случайно. Вот и все. То есть, что мы в данном случае делаем? Посчитали эту цифру, смотрим, что если наша T больше, чем 1,96, то с вероятностью 95% мы можем сказать, что сплиты отличаются. Вот и все. Подставили, посчитали. Там, на самом деле, тут я вот на слайде обозначил формулы, которые больше всего используются, чаще всего используются. Там, конечно, есть разные версии этих формул под разные ситуации. Ну, например, в чем плюс такой штуки? Она вам может сказать, какого размера должен быть ваш сплит, чтобы вы увидели какое-то изменение. Ну, например, вы сделали новую версию магазина, хотите увидеть, ожидаете увидеть разницу в 100 рублей в доходах в день, например. И вот вопрос, сколько надо на самом деле пользователей увидеть, для того, чтобы эти 100 рублей разницы почувствовать, чтобы они были статистически значимы. Соответственно, видим, да, что она, опять же, зависит от дисперсии, по формуле вычисляется, и может так получиться, что вы на самом деле свою аудиторию можете нарезать не 50 на 50, а нарезать ее, например, на 10 сплитов, и на каждом сплите проводить независимый эксперимент. И сравнивать там их или с контрольным, или друг с другом. И, допустим, если вы Amazon, то вы можете себе, наверное, не 10, а все-таки даже больше сплитов позволить, и, соответственно, проверять очень много версий дизайна одновременно. Другой вариант, скажем так, более новый подход к статистике, и на практике он сейчас очень часто используется, это так называемый bootstrapping. Идея bootstrapping заключается в том, что мы можем сделать… Вот у нас есть какая-то случайная величина, у нас есть какая-то выборка, да. Соответственно, из этой выборки мы можем сделать случайную подвыборку, такой двойной фокус, вот. И понятное дело, что у этой подвыборки статистика будет отличаться, да, от исходной выборки. Ну, то есть, так как мы делаем выборку, подвыборку, вернее, с повторами, какой-то элемент мы можем выбрать дважды, то какой-то элемент мы можем не выбрать, какой-то элемент мы можем выбрать два раза, средняя поедет. Соответственно, для того, чтобы bootstrapping заработал, мы делаем очень просто. Мы берем тысячу итераций, на каждой итерации мы делаем вот такую вот подвыборку, считаем тест-статистику. Если у нас вот эта подвыборка статистически значимая, ну, вернее, дельта, то мы считаем какой-то каунтер. Соответственно, по тому, сколько этих каунтеров насчиталось, мы можем делать вывод о том, насколько статистически значим этот сплит-тест. Очень просто реализуется, никакой математики, и основной плюс этой методики заключается в том, что он накладывает очень мало ограничений на то, из какого распределения ваши данные пришли. Оно работает, в общем-то, с любыми распределениями. На практике это очень часто используется. Есть вопросы вот здесь? Это важная часть, потому что по ней будет дальше у нас домашняя работа. ISL — да, это уровень. Achieve statistical level, кажется, так это расшифровывается. Достигнут уровень статистической значимости. А какое оно здесь получается по формуле, если посмотреть? Совершенно верно. Соответственно, 0 означает, что все плохо, никакой статистической значимости нет. 1 означает, что зуб даю, все правда так и есть. Ну, на практике 0 и 1 встречаются никогда. Обычно встречаются какие-то пограничные значения, но, допустим, там, в реальности, если уровень значимости переваливает за 95%, то уже можно быть достаточно сильно уверенным в том, что полученный результат со сплитом он значим. А вот этот bootstrapping вполне накладывает ограничения на распределение за счет закона больших чисел? То есть если мы возьмем тысячу, то какое-то распределение, то в сумме, там, в числителе получим что-то нормальное? Я, если честно, не готов ответить на этот вопрос, потому что bootstrapping, с одной стороны, он достаточно эмпирический, а с другой стороны, есть книжка, вот тут она вот в ссылке приведена, это целая книга, которая рассказывает, почему это эмпирика и доказывает, она на самом деле работает. Но, насколько я понимаю, какого-то глубокого математического доказательства, как, например, с тест-статистистикой, вот в этой статистике есть математические доказательства, почему это так. У bootstrapping такого доказательства, насколько мне известно, нет. Но я могу тут ошибаться, я, ребята, не очень большой специалист по теории вероятности, вот, кому интересно, можете копнуть. На практике я пока не встречал случаев, когда эта штука не работает или работает как-то неадекватно, в отличие, например, от тест-статистистики. С тест-статистистикой, да, я в работе сталкивался с случаями, когда она не работает, выдает левый результат, ну, противоречащие реальности и все такое. Так, давайте двинемся дальше. Соответственно, о чем стоит поговорить? Стоит поговорить о том, насколько клики согласуются с релевантностью. Тут несколько картинок из исследований, которые на эту тему проводились. Что здесь делалось? Брались две выдачи. Одна выдача нормальная по какому-то запросу. Соответственно, наблюдалось темное, темные столбики — это количество кликов по этому запросу, и светлые столбики — это так называемое количество фиксаций, ну, можно рассматривать количество просмотров данного документа. Ну, мы видим, что тут вполне себе такое логарифмическое ожидаемое распределение, да, все в порядке. А дальше ребята делали одну интересную вещь. Они брали и переворачивали выдачу заданно наоборот. То есть в самом конце у нас самый релевантный документ оказывался, в самом начале самый хвост нерелевантный. И мы видим, что, например, количество просмотров, оно примерно такую же форму и сохранило. И что самое любопытное, хоть количество кликов в начале подсократилось, но оно, в общем, не развернулось, это распределение. Люди все равно упорно продолжают кликать документы на первой позиции, потому что они привыкли, что обычно релевантные документы там находятся. Вот. И как бы то, как мы драматически поменяли эту поисковую выдачу, оно не отражает в изменении вот средней позиции клика, например. Ну, аналогичный, собственно, результат. Это из другого исследования. Тут брали просто два документа и меняли их местами. То есть убирали не то, что в хвост, просто на соседнюю позицию. И здесь, опять же, красная — это более… А, первая и вторая позиция. Соответственно, в данном случае у нас вверху стоит релевантный, дальше нерелевантный. Ну, и пользователи четко видят, что второй релевантный, туда не кликают. А если мы меняем местами, то все равно первая позиция собирает больше кликов. Поэтому, собственно, все это наводит на такое соображение, что как бы доверяй, но проверяй. Не все метрики, вернее, все метрики, которые основаны на кликах, они обладают какими-то отклонениями. Ну, это вот как раз то, что эти отклонения называются байсами обычно. Позишн байс — это пользователи склонны более высокий результат оценивать. Контекстный байс зависит от оформления документа. Ну, грубо говоря, обычный документ, у которого в тайтле большими буквами написано, что ваш поисковый запрос тут, он, даже если он не элевантный, он все равно соберет много кликов. Attention bias — это порнография рулит. В общем, в любом запросе она резко повышает качество. Другой такой хороший пример. А, ну вот это такой цензурный пример кейса с порнографией, запрос Авито. Вот. И, ну, понятное дело, на первой позиции стоит релевантный результат, а на второй позиции стоит то, что накликали пользователи. Документ 25 самых упоротых объявлений. Вот. Вот это, собственно, вот такая большими буквами упоротый сленг, какая-то еще картинка тут непонятной, сомнительного содержания приведена. Ну и, соответственно, люди туда жмакают, поисковая система видит этот поведенческий сигнал и тащит этот документ наверх, да. Соответственно, вот так это работает. Ну и что мы тут можем сделать? Мы на самом деле можем придумать кучу метрик всяких разных, что у нас тут есть, вот классическая доля не кликнутых, про которую уже говорили. И, понятное дело, что мы, наша гипотеза заключается в том, что чем выше эта метрика, доля кликнутых запросов, тем выше качество поисковой системы, да, соответственно, она должна расти. Число запросов, число кликов на запрос. У этой метрики, соответственно, при повышении качества мы ожидаем какое-то снижение. Ну, логично, да, раз пользователь кликает три документа, значит, каждый из этих документов, ну, не так, чтобы идеальный. Ну, предположение такое. Вот. Соответственно, метрик достаточно много. Они, в общем-то, каждая из них достаточно понятна и проста. Про каждую можно выдвинуть гипотезу. И, когда мы работаем со сплитами, обычно как это происходит? Выкатили какое-то изменение. К сожалению, у поисковой системы нет такой метрики, как счастье пользователя поведенческое. Это только у интернет-магазинов есть, они могут деньги измерять. Поэтому обычно там выкатывается на стол 10 графиков, садятся так вот эксперты в кружок, и начинается сеанс гадания на картах Таро. Так, вот тут вот выросло, вот тут вот вниз опустилось, и вот тут вот выросло. Ну, точно лучше стало. А другой говорит, не-не-не, фигня, фигня, вот смотри, вот на этом графике вниз упало, значит, точно плохо. Соответственно, несмотря на то, что вроде как математический аппарат есть, но из-за того, что в поиске мы нарушаем вот тут вот, помните, первое наше предположение, что целевая метрика должна непосредственно отвечать на ваш вопрос, в поиске это нереализуемо, то приходится вот так вот гадать. Ну, и вот этот график, он очень прикольный, тоже его дернули из какого-то исследования. Значит, здесь что ребята делают? Они берут разные метрики, ну, вот классическая метрика, это доля не кликнутых. Они берут две поисковых системы и каждую из этих поисковых систем разными способами ухудшают. То есть, ну, вот синяя поисковая система это один. А, так вот, давайте про красную я лучше помню. Соответственно, ORIG это качество оригинальной системы. SWAP2 они меняют первые два документа на вторые два документа, меняют их вот так вот местами. SWAP4 они делают то же самое по четыре документа. То есть, самый верхний документ в SWAP4 оказывается на пятой позиции. Вот. Куда-то там внизу и уезжают. Очевидно, что такие жесткие издевательства над поисковой выдачей должны приводить к ухудшению качества поиска, правильно? Вот. Что мы наблюдаем на практике? Вот этой палочкой нарисовано ожидаемое, собственно, направление, как эта метрика должна меняться. И вот в случае, например, синий, да, из той стратегии, которая она ухудшалась, здесь, я не помню, но последний, это вообще расстановка всех документов рандомом. Вот. Мы видим, что вроде бы как, да, эта метрика растет в том направлении, в котором мы ожидаем, доля не кликнутых, ну, здесь Abundment Rate, это не кликнутые, она у нас растет. Но вот тут, смотрите, происходит волшебное. Мы вроде как ухудшили поисковую систему, а по метрике стало лучше. По некоторым метрикам число запросов на сессию, например, тут вообще радикально, да, мы вроде как портим, вроде как должно расти, а оно на самом деле падает. Вот. И если мы посмотрим и в каждую из такой метрик, то практически везде мы наблюдаем такую ситуацию. Идеальных метрик на самом деле нет. Везде они ведут себя как-то нелинейно, непредсказуемо. Ну, вот в этом случае она вроде как, где, вот в этом случае она, на первом шаге она ведет себя неправильно, противоречит нашей кипотезе, на второй сваливается в правильную сторону. Какие из этого можно делать выводы? Только гадание на картах второго. Правильно? Соответственно, плюсы-минусы АБ-тестирования. Можно измерять любое изменение, даже очень маленькое, все зависит от размера сплита. Можно использовать любые онлайн-метрики, лишь бы они отвечали на ваш вопрос. Минусы — это низкая чувствительность, то есть на самом деле нужно достаточно много наблюдений. И, наверное, самый большой минус — это в том, что не всегда можно выработать вот этот вот единый универсальный критерий правда. Очень часто для сложных систем его придумать нельзя. Соответственно, так как мы работаем с релевантностью, да, и нас больше всего сейчас интересует этот аспект поиска, один дядька столкнулся с похожей проблемой. Было это в 70-х годах. Я, к сожалению, забыл, и на слайд что-то не добавил, как его звали. Про это даже целая книжка написана. Человек занимался рекламной компанией Pepsi. Вот, ему нужно было каким-то образом доказать, что Pepsi Cola лучше Coca-Cola. Соответственно, что сделал человек? Первое, что приходит в голову, давайте устроим сплит-тест. Ну, такой классический. Как выглядит классический сплит-тест с Coca-Cola? Мы приходим в какой-то супермаркет, ставим там такую эту тумбочку. На тумбочке стоят обезличенные стаканы. Мы в этот стакан что-то наливаем, подходят люди, и мы рандомно им даем то Coca-Cola, то Pepsi-Cola. И спрашиваем, что как вкусно, что мы получаем? На самом деле, что Coca-Cola, что Pepsi-Cola, блин, там сахар, вкусно. И метрика устроена так, и вообще дизайн эксперимента устроен так, что никакой там статистической значимости в разнице между Coca-Cola и Pepsi-Cola вы не найдете и не увидите. Вот, поэтому человек немножечко схитрил и придумал очень интересную тему. Он брал человека, ставил перед ним два стаканчика обезличенных и говорил, отхлебни из обоих и скажи, что вкуснее. Понимаете, разница, да? И уже вот в таком контексте человек не просто говорит, вкусно ему или невкусно, он говорит конкретно, что ему понравилось больше, да, Coca-Cola. Ну, тогда, естественно, выяснилось, что по Pepsi-Cola гораздо вкуснее. После этого было много там холиваров, судебных процессов. Я жужу, и вообще история очень знаменитая, на самом деле, очень рекомендую найти ее и почитать. Применительно к поиску ее тоже можно на самом деле применить. И это так называемый раздел Interliving Metric. В чем ее идея заключается? Ее идея заключается в том, что мы хотим каким-то образом пользователю сказать две поисковых выдачи одновременно. Очевидно, что два списка документов мы ему не выдадим. Ему, в общем, порвет шаблон, и он скажет, не-не-не, фигня. Метод простой. Мы берем документы из одной позиции, из одной выдачи, берем документы из другой выдачи и вот так вот их соединяем. Соединяем уже с ежом. Вот, соответственно, показываем пользователю вот такую вот комбинированную выдачу и смотрим, куда он чаще кликает. В какие документы какой поисковой системы, да, или какой версии поисковой системы. Соответственно, набираем какое-то количество таких запросов, и если мы видим, что в какой-то поисковик он кликает чаще, чем в другой, а вот так вот смешивать мы, кажется, должны случайно, да, для того, чтобы у нас никаких проблем не было. Вот, из этого делаем какой-то вывод. Вот такая вот достаточно простая, на самом деле, идея. Дальше возникает вопрос, как смешивать. Ну, и самый простой метод, он называется balanced interleaving. В чем его смысл заключается? У нас есть ранжирование А, ранжирование Б. Мы что делаем? Мы берем и каждый раз подкидываем монетку. Ну, как знаете, в это... Подкинули монетку, выпало А или Б. Соответственно, если выпало А, то первый документ мы берем из А, второй документ берем из Б и дальше по очереди. Если выбрало Б, то первый документ берем из Б и дальше по очереди из А. Ну, и поочередно их соединяем. Если документ уже выбран, то мы, соответственно, то эта поисковая система пропускает ход. И, соответственно, ну, вот в данном случае, да, вот если первый выпадает А, мы сначала документ берем отсюда, потом отсюда. Документ Б мы пропускаем, потому что он уже есть в результатах. Берем документ С. Вернее, сначала берем Е, потом берем С и так далее. Получается вот такая вот выдача. Если выпадает первым Б, то получается вот такая выдача. Понятная идея? Она очень простая. Дальше, соответственно, мы считаем достаточно простую вот такую вот статистику. Здесь, соответственно, Винс А — это количество запросов, в которых ранжирование А собрало больше кликов, чем ранжирование Б. Соответственно, Винс Б понятно. Тайс — это количество случаев, когда оба ранжирования собрало одинаковое количество кликов. Например, ноль или по одному и так далее. Получаем такую дельту. Соответственно, все очень просто. Если дельта больше нуля, тогда выиграло одно ранжирование. Если меньше нуля, тогда выиграло другое ранжирование. Очень все просто. Соответственно, опять же, в данном случае мы хотим использовать бусттрепинг для того, чтобы посчитать какие-то статистики. Т-статистики в данном случае достаточно сложно было бы применять, поэтому мы с ними даже не будем заморачиваться. Делаем очень просто. У нас на вход поступает так называемый Винс Вектор. Здесь каждое значение в этом векторе — это результат для конкретного запроса. Ну, то есть нолик — это ничья. Минус один — это победил один поисковик. Один — это победил другой поисковик. Считаем среднее, да, это наш ответ на наш вопрос, кто же из них победил. А дальше делаем там тысячу или десять тысяч итераций бусттрепинга. Мы случайно с повторами из этого входного вектора сэмплируем какой-то новый вектор. Мы как бы заново проигрываем эксперимент на том же, как бы на тех же запросах. Ведь случайно же этот запрос попал к нам в эксперимент. Он мог два раза попасть. И мы как бы моделируем заново этот процесс. Соответственно, получаем какое-то количество вот этих вот исходов нашего эксперимента. И что мы можем сделать? Мы, например, все эти случайные исходы, все десять тысяч штук, можем отсортировать. И, соответственно, отступить 2,5% с одного конца, посмотреть, какое там значение метрики. Отступить 2,5% с другого конца, поступить там, посмотреть там значение метрики. И мы получаем доверительный интервал. То есть тот интервал, в котором чисто из-за случайности наша метрика может колебаться. Логично. Соответственно, если доверительный интервал выходит за 0, то мы можем уже вот там просто зуб дают. 95% победил кто-то из двух. Очень клевая штука. Проводили много ее исследований, сравнивали, например, как она с асессорами коррелирует. То есть по вертикальной оси это NDCG сигнал, по горизонтальной оси это интерливинг сигнал. И в общем-то видно, что по мере того, как качество поиска улучшается, это вот два поисковика, один лучше другого, что интерливинг, что NDCG, в общем, почти линейно растут. И кажется, это означает, что интерливинг отражает действительность. Соответственно, второе очень интересное и, наверное, самое полезное на практике свойство интерливинга, которое, в общем, приводит к тому, что он выясняет все другие методы, это скорость сходимости. То есть на этом графике что показано? У нас по горизонтальной оси количество запросов, которые мы накопили для эксперимента, и, соответственно, цифра по вертикальной оси — это уровень статистической значимости. Ну, 0 — это значит, что все эксперимент набрал полностью статистическую значимость. Уровень статистической незначимости или что-то в этом духе. Забыл уже конкретно, что здесь находится. Соответственно, и мы видим, что вот если взять вот эту линию, количество не кликнутых запросов, то ее статистическая значимость где-то достигается, там, ну, там, за миллион запросов, да, мы видим. Какие-то другие метрики, там, ну, количество кликов в первую позицию, они, там, достигают статистической значимости на сотни тысячах запросов. Некоторые метрики вообще расходятся. То есть по мере того, как вы накапливаете запросы, у вас статистическая значимость только падает, и, в общем, такие метрики не очень-то и пригодны вообще для использования. Такое тоже бывает. И, собственно, красная метрика, баланс интерливинга, мы видим, что уже на десяти тысячах запросов достигается сходимость. На практике, что это означает? На практике, если я вот вам показывал первые графики наших экспериментов с плитами, для того, чтобы увидеть что-то там значимое, нам приходилось через поисковую систему прогонять порядка нескольких миллионов запросов, то в системе интерливинга почти всегда хватает 25 тысяч запросов. Для оценки очень маленьких изменений мы используем, там, 50 или 100 тысяч запросов. Но это все равно очень маленькая цифра, да? Соответственно, что для нас это означает? Для нас это означает две очень важных вещи. Первое. Если мы сделаем что-то плохое, и хотим это что-то плохое проверить на сплите, те пострадают минимум пользователей. И второе заключается в том, что если раньше мы могли делать там, условно говоря, параллельно 4 эксперимента, то сейчас мы можем делать параллельно 40 экспериментов. Как вы понимаете, там у многих алгоритмов есть метапараметры, у которых достаточно широкая сетка. Если на обычных сплитах это было практически невозможно, эту сетку подбирать, то на интерливинге запросто. Мы можем одновременно запустить несколько десятков экспериментов и собирать с них статистику. А что еще веселее, на самом деле, с интерливингом, здесь только одна метрика. Соответственно, нету никаких карт Таро, есть конкретный ответ на вопрос, какая из поисковых систем лучше. Одна или другая. На самом деле, шикарная штука, но не лишена недостатков. Вот такой канонический примерчик, что происходит. У нас есть два ранжирования. Оба этих ранжирования ABCDG, и здесь ABCDG, они одинаковые, но отличаются только тем, куда поставлен документ H. В выдаче А он внизу, в выдаче Б он вверху. И смотрите, что происходит. Если мы играем по правилу баланса дентерливинга, то как бы мы ни кидали монетку, большая часть выдачи будет состоять из документов из ранжирования А. А если предположить, что шанс того, что вот эти вот документы ABCDG, они более-менее релевантны, это означает, что в таком сетапе ранжирование А будет всегда побеждать. Даже если предположить, что все эти документы релевантны. И это как бы не то, что мы хотим. Это то, что ухудшает нам сходимость, ухудшает, в общем, ухудшает метрику. Поэтому придумано достаточно много других стратегий, ну, из таких достаточно простых и ходовых. Это так называемый TeamDraft Interliving. Здесь в чем идея? Как, помните, в школе когда-то на команды делились, как это происходит? Выбираем двух капитанов, и дальше капитаны по очереди говорят, вот там, я беру вот этого, я беру вот этого, я беру вот этого, я беру вот этого. Здесь примерно такой же алгоритм, ну, можно вот здесь вот посмотреть. Мы фактически не только в начале кидаем монетку, мы на каждом шаге выбора очередного документа в интервью, покидываем монетку и выбираем, с какой выдачи взять документ. Соответственно, вот такой ситуации не образуется, потому что так или иначе мы, так как монетка 50 на 50 падает, мы 50 на 50 документов оттуда и оттуда возьмем. Понятно, да, идея? Соответственно, как выглядят результаты, что здесь показано, это вполне себе реальный эксперимент, который ставили в нашей поисковой системе. На верхнем графике это кумулятивный график, то есть со временем горизонтальная ось, просто показано, как меняется статистика с увеличением числа запросов в эксперименте. Вот на нижнем графике это число запросов, которое мы здесь скопили. Ну, вот оно как-то вот, ночью оно помедленнее увеличивается, да, днем больше запросов, соответственно, она быстрее растет. И видим, как меняется сама метрика и как меняется, что самое главное, доверительный интервал. И смотрите, да, что у нас получается. Сначала, ну, тут огромный доверительный интервал, там, что-то звезды так легли, начали отсюда, и уже на самом деле тут вот несколько, несколько тысяч запросов, наверное, накопилось. В 14.00 мы уже получаем более-менее какой-то адекватный результат. Да, все еще большой доверительный интервал, поэтому ждем еще немножечко. И в 18.00 на 20 тысячах запросов мы уже видим, что доверительный интервал, он перешел за ноль. Это значит, что какой-то из поисковиков уверенно победил. И мы видим, что дальше, там, по мере того, там, как увеличится количество запросов, доверительный интервал сужается, но сужается он уже достаточно сильно. То есть это какая-то естественная дисперсия, надо очень долго ждать, чтобы она сошлась там близко к нулю. И на самом деле, на практике, если, ну, если это релиз, и мы хотим, там, даже мелкие изменения не увидит, мы ждем там 100 тысяч запросов, это как раз, по-моему, график сравнения каких-то релизов. Если же это какое-то изменение, которое просто разработчик там разрабатывает, он знает, что эта штука достаточно грубая, просто хотим посмотреть, хорошо или плохо, то 20 тысяч результатов, и, в общем, все готово. Вот такая вот крутая штука. Соответственно, плюсы. очень чувствительные, это на самом деле основной такой большой плюс. Не приходится играть в карты Таро, тоже очень большой плюс. Все очень однозначно, очень быстро. Ну и, соответственно, опять же, метрики, недостатки. Мы можем сравнивать только ранжирование, мы не можем там, не знаю, сравнить дизайн при помощи интерлинга, потому что нам нужен ранжированный список. Вот. И, соответственно, опять же, опираемся только на кликовые метрики. Если в одном из поисковиков будет только порнография, то он всегда будет побеждать. То есть про это тоже приходится помнить, про какие-то такие нюансы. Соответственно, подводим итоги. Какие методы использовать? Ручные оценки. Если у вас нет пользователей, например, можно их использовать. Если вам нужен контроль и повторяемость результатов, если вам нужно мало шумов, то, в общем, достаточно неплохо подходят, но долго-дорого, в общем, не самый лучший вариант. Но когда нет пользователей, ничего другого не остается. АБ-тестирование. Хорошая вещь, подходит для всего, но сталкиваемся с проблемой то, что нужно много пользователей. То есть на 100 пользователей хороший АБ-тест не сделаешь. И, соответственно, если нет конкретной метрики, то приходится играть в карты Таро. Ну и, соответственно, на последнем месте интерливинг. Плюсы точно быстро, минусы можем мерить только клики и подходят только для ранжирования. Но как мы с вами делаем поиск, то кажется, это то, что нам нужно. Правильно? Небольшой списочек литературы. В любом случае, многие из вас, я думаю, даже когда выпустят из института, будут разрабатывать какие-то системы с большим количеством пользователей. Вот. Не только коробочные продукты. В любом случае, будете измерять качество поиска. Вот здесь мы сделали для вас подборочку небольшую статей, которые максимально полно и хорошо, и понятно отвечают на эти вопросы. Очень рекомендую пользоваться. Продолжение следует...